В Ненецком округе продолжается кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Привито порядка 50% взрослого населения. 19 октября своим постановлением главный санитарный врач Ненецкого автономного округа ввел на его территории обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. С данным постановления можно ознакомиться на официальном портале управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу. Вакцинироваться или нет – острый вопрос современности. Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в жизнь каждого человека. Игорь Попов принял решение вакцинироваться для работы. Работа с людьми опять же. Проходит постоянно очень много людей. Ты не знаешь, какой человек. Это же все без симптомов протекает. Все же, я говорю, лучше перестраховаться. Молодой человек вакцинировался спутником ВИМ. Отмечает незначительное повышение температуры после прививки. Температура 37 была небольшая, держалась где-то дня два. Немного шею ломала, но это в принципе все. Со второй там уже вообще никаких. Немного вместо укола поболело, вместо вакцинации. А так все просто. Надежда Сазонова, в свою очередь, приняла решение о вакцинации, чтобы обезопасить себя и родных. Прививалась, потому что живу вместе с дедушкой и бабушкой. А так как они у меня в группе риска, и я очень сильно за них переживаю. Надежда также не ощутила ухудшения здоровья после вакцинации. Прививался также мой дедушка. На момент прививки ему было 70 лет. Отлично перенес, даже вроде как температуры не было. Переболел значительно легче, чем мог бы. То есть поднялась температура, но никаких тяжелых осложнений не было, что не может не радовать. Заведующая взрослой поликлиники Светлана Бабий отмечает, что людям старшего возраста вакцинироваться особенно необходимо. Сделать это можно после консультации со своим лечащим врачом. Пациенты старше 60 лет обязательно перед прививочкой должны быть осмотрены врачом. Потому что, имея хронические заболевания, врач уже смотрит. Если идет обострение хронического заболевания, прививочку необходимо перенести в период ремиссии самого заболевания. Жители преклонного возраста нашего города в большинстве случаев вакцинируются. Спутником летом в июне, первый компонент в июле, второй. Ничего не почувствовала. Была в очень близком контакте. Не заболела. Не вакцинировался, не вакцинировался. Я здоров как бык. Чему скрывать? Я пятаки могу ломать. Я зимой переболел, полтора месяца лежал. Не успел. Я хотел у кого-то, но не успел. В январе. А не только первая партия, она кончилась, видать. А уже сказали позвонить через две недели. А уже все. Я уже заболел. Я на всякий случай еще укололся и все. Пока. Там видно было. Для лиц, имеющих хронические заболевания, также необходимо пройти тщательный осмотр у врача. Если болезнь в фазе обострения, доктор выпишет временный медотвод. Вообще, я считаю, что если делать прививку, нужно точно за все свои заболевания, потому что мало ли что, это может вылиться какие-то аллергические реакции, в том числе отек винки, анафилактический шок. Это все все-таки страшно, опасно. Из-за этого я, собственно, пошла к терапевту, потому что знала, что у меня есть проблемы с аллергией. Я пришла к терапевту, получила медотвод. У меня он не постоянный. Он временный на период обострения хронического заболевания. И, в принципе, получить его было не так сложно. Главное просто показать диагноз, и тогда тебе выпишут медотвод. На сегодняшний день в медицинских учреждениях округа для вакцинации используются двухкомпонентные препараты «Спутник ВИИ» и «Эпивак Корона», а также однокомпонентный «Спутник Лайт». Записаться на прививку можно в медицинских учреждениях по месту жительства или через портал госуслуги. Катрина Тайбарей, Василий Хатензейский, Антон Водряков, Леонид Шишилов. Телеканал «Север».